Механизм медиации действует не только в гражданской правовой сфере, что решить проблемы в мирном порядке могут между собой предприниматели. Причем решение такое будет носить вполне официальный и обязательный к исполнению характер. Насколько популярна такая форма решения вопросов в Казахстане, мы поговорим с нашим гостем. Я приветствую Вашин Сарбасов, эксперта департамента правовой защиты Национальной палаты предпринимателей. Это Микен. Вашин, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что откликнулись и пришли к нам в студию обсудить эту тему. Закон о медиации новый принят в Казахстане, но тем не менее, как мы сегодня слышали, бизнес по большому счету не прочь решать проблему, не доводя до суда. А так ли это на самом деле? Что говорит практика? Практика показывает, что мы, состоящие на стороне защиты субъектов предпринимательской деятельности, поддерживаем развитие медиации как способа альтернативного урегулирования спора. И со второго полугодия текущего года наши сотрудники прошли соответствующие курсы по профессиональной медиации, получены сертификаты. И на сегодняшний день, если в случае обращения предпринимателя в Национальную палату предпринимателей, будет оказано содействие в проведении медиации по урегулированию спора между двумя хозяйствующими субъектами. Можно сказать, как таковой институт медиации между бизнесом. Заработал, но он относительно молодой. С лета этого года? Он с лета этого года, да. Обращения поступают уже? Обращения поступают. На сегодняшний день уже проведена медиация. Но, к сожалению, в силу конфиденциальности процедуры проведения медиации, я не могу сейчас озвучить стороны, но была проведена медиация. Хочется отметить, что для проведения медиации необходима и сама активность лица, обратившегося за проведением медиации. То есть исход дела зависит от активности обеих сторон. Поскольку, допустим, если в суде, в случае обращения в суд, решение принимает суд, то в проведении медиации решение принимается обеими сторонами самостоятельно. Медиатор только направляет стороны и помогает прийти к обоюдному решению. Но чтобы была эта активность, бизнес должен понимать все плюсы и выгоды. А в чем они заключаются? Выгодов заключается, это в первую очередь, я как говорила, конфиденциальность проведения медиации. Если мы в ходе проведения судебного разбирательства можем найти любой судебный акт в судебном кабинете, то при проведении медиации это конфиденциальный сторон. Но это существенный плюс. То есть твоя история относительно числа, да, перед потенциальными? То есть та информация, которая будет озвучена в ходе проведения медиации, сторонами она не разглашается и в частности самим медиатором, поскольку медиатор несет соответствующую ответственность за разглашение сведений, ставшими ему известными в ходе проведения медиации. Также это быстрота проведения медиации. Саму процедуру медиации можно порой провести за несколько часов. Даже так? Даже так. В то время, как мы знаем, судебные издержки, сколько могут длиться? Есть соответствующая процедура, там есть срок для вступления в законную силу судебного акта. В данном случае это можно будет провести за несколько часов. Также эффективно договоренность по решению спора исходит от сторон. И если судебный акт, допустим, как показывает практика, он исполняется длительно, то в случае проведения медиации и принятия медиативного соглашения, соглашение исполняется быстро. Ну и вы отмечали, я это подчеркнул, что медиативное решение, оно обязательно к исполнению. А как это закрепляется? Она заключается в медиативном соглашении, стороны закрепляют это своими подписями, печатями. И в случае неисполнения, то есть сторона одной из сторон, сторона, которая, допустим, требует исполнения, со второй стороны, она может обратиться в суд для выписки судеб исполнительного листа. И этот исполнительный лист, допустим, в дальнейшем он может быть уже передан на принудительное исполнение. Но уже дальше, да, если твой партнер не захотел мирно все исполнить. Но как таковое медиативное соглашение, оно исполняется быстро. То есть стороны пришли обоюдно сами, нет выигравшей стороны. То есть если в судебном процессе есть выигравшая сторона и проигравшая, то при проведении медиации обе стороны считаются выигравшими. Ну да, люди взрослые должны понимать выгоды. И в первую очередь, если отмечать это по предпринимательской деятельности, сохраняются в первую очередь деловые и партнерские отношения. То есть если проходит судебный процесс, как таково уже о каких-либо продолжениях взаимоотношений партнерских не может быть речи. В данном случае у предпринимателя сохраняются партнерские отношения. А формат собственности, размер бизнеса имеет какое-то значение, чтобы приходить к вам до медиативного решения? Нет. То есть я могу быть индивидуальным предпринимателем, могу быть крупной фирмой? Вы можете быть крупной фирмой, а может быть одной из сторон субъект в базе государственного сектора. Это без разницы. И выгода для субъекта бизнеса это то, что они освобождены от каких-либо судебных издержек. Если при подаче, допустим, искового заявления в суд, сторона несет какие-то определенные расходы. При проведении медиации стороны не несут судебные расходы. Но тем не менее они ведь что-то вам хватят. Они оплачивают за работу медиатора, но сумму оплаты за работу медиатора они обоюдно решают стороны сами. Вы не устанавливаете никакие породы? Мы не устанавливаем, потому что медиатор, он переговорщик. И в первую очередь он заинтересован на лицо в том, чтобы стороны пришли к обоюдному решению какому-либо спору. То есть определенного тарифа, допустим, по нотариальной деятельности, там установлен, допустим, размер оплаты за совершение определенных нотариальных действий. При проведении медиации таких, допустим, каких-то ставок, госпошлин, размеров нет. Ну да, фиксированный ориентир. Фиксированный, да, нет. Хорошо. А в таком случае не дублирует ли ваша деятельность институт бизнес-омбудсмена, который действует в Казахстане? Нет. Ведь там ведь тоже, как мы знаем, институт омбудсмена, он наделен соответствующими полномочиями, но там более широкий такой круг у него возможностей. Да, возможность. Согласно предпринимательскому кодексу, деятельность бизнес-омбудсмена обеспечивает Национальная палата предпринимателей. Ну, будете ведь тоже. Да, в структуру аппарата уполномоченного бизнеса в Буцмена ходят правовые блоки центрального аппарата Национальной палаты предпринимателей, в том числе и региональных палат. В каждом регионе, в 17 регионах у нас есть представители, и в целом по республике это порядка 120 человек. То есть правовой блок Национальной палаты, он является аппаратом. Ну, я полагаю, не только численностью вы отличаетесь. Вот институт омбудсмена, институт медиации, здесь какие-то принципы. Я, насколько знаю, ведь омбудсмен, он может напрямую чуть ли не обращаться к главе государства, да, по тем или иным спорным вопросам. По системным вопросам, да. Я думаю, что мелкому какому-то, например, представителю ИП, это может и не нужно. А вот какая еще выгода есть отличная у вас от омбудсмена? Напрямую. Напрямую. Не напрямую, если бизнес-омбудсмен, допустим, напрямую он обращается, может и к главе государства, так и мы, допустим. Если в период пандемии Национальная палата, это нет критерия, если обратился, допустим, это малый бизнес, средний бизнес, нет никакой градации. Есть проблема для бизнеса, для субъекта бизнеса, для осуществления дальнейшей деятельности. То есть мы и от имени аппарата, если обращение поступило на имя бизнес-омбудсмена, то от имени бизнес-омбудсмена аппарат обращается, либо сам бизнес-омбудсмен обращается у государственного органа, правительство о наличии той или иной проблемы для дальнейшего осуществления деятельности заявителя, которая, допустим, препятствует для расширения бизнеса, либо исполнения каких-то обязательств, либо какая-то коллизия существует. А, ну здесь еще третьей стороной может являться государство, да? И в том числе, я рискну предположить, что уже споры, которые непосредственно идут, да, в том числе в судах, амбудсмен может решать. Именно по представлению интересов... Здесь не совсем медиация. Да, здесь не совсем медиация, да, здесь именно представление интересов субъектов бизнеса, оказания правовой помощи. Допустим, у индивидуального предпринимателя, у него в штате, допустим, не предусмотрен юрист, у него нет возможности для привлечения высококвалифицированного юриста. Наши представители оказывают содействие в юридической помощи субъекту бизнеса в суде, либо в государственных органах. Не каждый, допустим, предприниматель может изложить ту или иную проблему, не все юридически грамотные. То есть наша сейчас помощь, это именно оказать правовую помощь и разъяснить субъекту бизнесу об имеющихся, допустим, и ограничивающих законодательных нормах, которые регулируют его деятельность. То есть где он может, допустим, осуществлять свою деятельность, может нарушить, допустим, если он своим незнанием законодательства, где, допустим, ущемляются его права государственным органам при применении, допустим, того или иного законодательной нормы. Но здесь понятно, все-таки, да, извиняюсь, здесь все понятно по большому счету теперь, но все-таки очень интересно, я понимаю, что вот по медиации конфиденциальные все дела, это один из главных плюсов, но в целом по защите бизнеса, коль скоро мы упомянули деятельность оббудсмена, я вот даже подглядел, у вас там целый список решенных, да, или обратившихся предпринимателей, и плюсики стоят, где вы решили проблемы. Да. Можете привести пример? Могу привести пример, и могу, вот яркий пример, когда у нас объявили на территории нашей страны режим чрезвычайного положения и карантина, да. Бизнес-омбудсмен и Национальная палата инициировали порядка 50 писем именно в защиту бизнеса. Допустим, чрезвычайное положение у нас было объявлено в период весеннего, и полевых работ, и было ограничено движение фермеров. Именно было принято ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. При том принятии оперативных мер, все деятельность в сфере агропромышленного комплекса не была приостановлена. Это и было не приостановлено курьерских служб, допустим, требующие оперативной деятельности. А как это решалось? Это лично амбудсмен брал трубку, звонил, и говорил, пропустите через эти кордоны? Где-то решались на региональном уровне путем переговоров, личных встреч с государственными органами, путем направления соответствующих писем. То есть это был аврал, и мы работали, можно сказать, на 24 на 7. То есть наши телефоны были подключены. Любой предприниматель мог в любое время обратиться. Те же самые лица, которые осуществляли грузовые перевозки, когда у нас на территории страны было ограничено передвижение. То есть ребята были на связи с каждым субъектом бизнеса. Есть еще что-нибудь интересное? Самое интересное, когда поднимался вопрос именно по приостановлению начисления арендных платежей. Аренда за торговые площадки? Да, по аренде по госимуществу, когда передавалось в доверительное управление, либо в аренду предприниматель. Не в доверительное, а в аренду передавалось. Это именно по арендным платежам, приостановление арендных платежей было. В частности, по приостановлению проверок. То есть, извиняюсь, вы вмешивались и как раз говорили, ребята, давайте дадим бизнесу поработать, не требуете с них арендную плату. Это как раз ваша деятельность? Наша деятельность. Мы говорили об этом на вас. Наша была деятельность именно и по приостановлению процедуры банкротства. То есть, это была проведена огромнейшая работа в защиту. И на сегодняшний день мы продолжаем также говорить, когда видим, что это системный вопрос, и, допустим, малый бизнес столкнулся с какой-то определенной проблемой, мы инициируем письма, мы инициируем проведение переговоров, проведение совещаний именно по решению проблем бизнеса. В частности, совместно с государственными органами, вот когда наша совместная работа показала оперативность и наглядность, это выработка алгоритма проверок по соблюдению санитарных норм. То есть, мы непосредственно проводили совещания, и совещания с субъектами бизнеса, проводили переговоры, какие можно будет принять меры, В общем, как помочь, держите руку на пульсе. Хорошо, Лашин, смотрите, время совсем мало. По институту медиации, который сейчас при этом Микене заработал, какие-то прогнозы можете дать? Ну, может быть, к следующему году, через год, через два, может быть, вы нарастите штат сотрудников, штат медиаторов. Как этот институт по вашим прогнозам будет развиваться? По нашим прогнозам, на сегодняшний день у нас два сотрудника прошли курсы медиации, имеют сертификаты. И по насколько будет востребованности, наверное, думаю, сейчас я некомпетентно ответить, будет ли расширение дальнейшего. Если бизнес, грубо говоря, к вам пойдет решать споры до суда, то вы будете расширяться? Ну, соответствующее, наверное, решение будет принято руководством, я на сегодняшний день не могу сказать. Да, ну, сейчас два сотрудника имеют сертификаты, и любой предприниматель может обратиться к нам с соответствующим обращением о проведении медиации. Но при этом, смотрите, еще я могу отметить, Извиняюсь, времени совсем у нас нет. Давайте просто, знаете, что сделаем? Еще раз обратимся к предпринимателям и скажем, что у бизнеса сегодня появилась-таки возможность решать свои бизнес-проблемы, не доводя до суда, сохранив конфиденциальность. Вот в личном кабинете судебном уже не будут ваши дела, там, да, споры выпадать. И этот институт медиации действует при НПП Томикен. Обращайтесь, чем больше спроса, тем больше у вас получится. Надеюсь, спасибо. Я благодарю вас, Лошин Сарбасова, эксперт департамента правовой защиты НПП. У нас сегодня была в гостях.